Ребятки, всем привет, с вами Бабич или Бабич, я уже не помню. И сегодня у нас рубрика Бабич пробует... Бабич! И знаете, что мы будем пробовать? Кроссовки участников Дрим Тима. И, наверное, давайте все-таки спустимся вниз, где разбываются все участники нашего Дрим Тим Хауса. Кроме Милохи, который пересмотрел, наверное, американских фильмов, сериалов, где все люди ходят в обуви по дому, да, и решил сделать так же само. Теперь у нас в этом ходит пол дома. Нормально, да, а потом белые носки превращаются в черные. Но он говорит, что он их... Я что вам говорю, а? Вот, вот так и ходим на обуви по дому, да, Милохин? Отдельный тебе приветик. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу восстановить справедливость. Прямо сейчас зайдите к Милохину в Инстаграм под последний пост и пишите хэштег «Разбойся ты уже наконец-то» и отмечайте меня, чтобы я это видел, потому что с этим нужно что-то делать. Вот, ребятки, мы и пришли к Огуи. Я не знаю, мне эта картина больше напоминает общагу. Это, чтобы вы понимали, даже не половина всего, что у нас есть. И как я обещал выбрать несколько пар, то я выберу какие-то самые интересные, что тут есть. Ну, блин, сразу мне в глаза падают вот эти красавцы. Я надеюсь, это не кого-то с пацанов. Очень сильно надеюсь. Так, следующее. Ой, ну это я знаю, что Дианы. Да, это точно Дианы. Потому что она хвастлась. Ай, Артур, купила новые ауфайты, посмотри. Смотрю, блин, 35 размер или какой-то, не знаю. Берём их. Слушайте, ребят, я так понял, у нас одни бренды, блин. Но я не понимаю, блин, сяги, чьи это, чьи это. Во-первых, что за калошки побольшой? Мне кажется, человека можно убить. А во-вторых, нахера писать размер обуви на носке? Ээээ, скажите мне, пожалуйста, что такое, что за деревня, блин? Даже у нас в селе так не делают. То, о, боже мой. Не, ну, извините, но я не могу вот это не взять с собой, потому что, ну, мне кажется, это произведение искусства. О, по запаху это тоже искусство производит. Не то слово. Я думаю, что этого нам хватит, поэтому мы берём вот это всё и поднимаемся к нам в кабинетик. Хочу сразу начать обзор кроссовок цены, потому что оператор мне сказал, что они стоят 69 тысяч. И типа я немножко... Потому что... Слушай, 69 тысяч на ногах, пацаны. Что-то такое, блин. Мне теперь страшно их в руки, брат. Чьи это кроссовки? У кого сколько денег, я не понимаю. Хе-хе, алло. Ребята, успокойтесь, блин. Не покупайте такую дорогую обувь. Лучше дайте мне деньги, этим не, блин. Ё-моё. Я их отправлю в нужное русло. На колбасу. Этим кроссовкам реально можно убить человека, сбить птичку, сбить самолёт и ракету. Потому что это очень тяжёлый кроссовок. Сейчас губну, чтобы... Это всё кроссовки. По виду, если честно, я такие никогда в жизни не носил. И мне кажется, не буду носить, потому что... Что-то это стрёмная штука. Я, наверное, не ценитель искусства. Я родился в селе, где... Калоши это было one the best. А это не пойми шо. Ну... Кстати, они не воняют. Не, ну, судя по запаху и размеру обуви, которую пишут непонятно зачем на носке этих кроссовок, можно предположить, что это женские. Потому что, поверьте мне, у всех пацанов из Dream Team все кроссовки воняют. Это я точно знаю. Ну шо, ребятки, пора звать человека-молотка, который может одним ударом кроссовка лишить человека жизни. Ира, заходи. Давай, заходи со стульчиком своим. Какая ты умничка, ё-моё. Закадайся. Расскажи, пожалуйста, шо должно у человека твориться в голове, шо бы он купил вот такое? Что я купила их в Америке. А, в Америке. То есть у тебя еще билет на Америку есть. И они лимитированные, и они только в Штатах продаются. Поэтому я их купила. Так, теперь мы поняли, что Ира пришла на мой канал чисто повы... Да. И следующие экспонаты в нашем выпуске, это вот эти макаронии туфли. Я вообще не понимаю, что за ролл-то вот это на туфлях. Это что такое? У меня, знаете, в селе вот так, такие полненькие девушки обматывали вот такой штукой, и там просто вот части тела, которые были напряжены, они вылазили. Вылазили. Похоже на колбасу вареную, которая обмотана в резинке. Вот мне кажется, на девушках эти туфли выглядят точно так же. Так, по внешнему виду, они в принципе еще чистенькие. Их, наверное, мне кажется, вообще пару раз обували, потому что даже тут эта штука не стерлась. Красные. Бренд Кэти Перри. Вот. И цена этих туфелек, макарончик у нас от 7 до 11 тысяч рублей. Ну типа тоже не хуйня. Так, ну типа пойдет. Ну блин, про них больше ничего сказать не могу. Они не воняют, они ухоженные. Ну что, это макароны какие-то? Конечно. Ну что, ребят, давайте позовем человека, который очень сильно любит доширак, вармышель и все, что с этим связано. Потому что я не знаю, что это такое. Заходи. Во-первых, не вармышель, а модный перевязочек. А, модный перевязочек. Ножка смотрится тончонной. Тарас, из чего взял, что эти клевые туфли можно так крутить-вертеть. Ну ладно, начинай, Артур. Мне теперь, мне теперь страшно, надо что-то спрашивать. Эти галоши стоят не ту цифру, которую я вам огласил чуть раньше. Не 7-11 тысяч, а всего 4 тысячи. Хотя, для кого-то всего это ого-го, но 4 тысячи за туфли. Скажи, пожалуйста, тебе не жалко этих денег? Во-первых, я больше не хочу сниматься на своем канале. Мне очень просто нравится туфли, они... Сколько ты их раз надела? Ну, один, потому что я купил их после чего-то. Реально? Да. Тебе реально не нравятся туфли? Мне очень крутые, вот если вот так смотреть на них, вот так, очень классные, реально. Я вот... Тебе попугайчик не нравится? Попугайчик есть? Ты че, надеваешься? А, это попугай! Да, какой я тупой! А, то есть, сандалий топ, реально топ, типа... И следующие наши кроссовочки, это вот эти оф-вайты. Оф-вайты. А, я знаю, что они недавно куплены, и знаю владельницу, владельницу этих кроссовочек, потому что первое, что сделал этот человек, это ой, смотрите, какие у меня кроссовочки оф-вайты сегодня купила, посмотрите, посмотрите, 50 тысяч рублей, ой-ой-ой. Это, наверное, самая дорогая покупка в ее жизни. Я все-таки не понимаю людей, которые тратят больше 50 тысяч рублей на кроссовки. Хорошо, что не воняют хотя бы. Мне кажется, за 50 тысяч кроссовки должны тебе носки стирать, жать, готовить, и еще вместо тебя в спортзал ходить, чтобы ты был большим нездоровым, как я. Прикольненький дизайн. Вот это, я знаю, что Милохин говорил, что это модно, типа, не отнимать, не отрывать бирку, что, типа, они новые, хоть им будет 10 лет, они будут все равно с такой бирочкой. Это модно, значит, ходите. Размер этих кроссовочек 36-й. Это какая маленькая ножка, я не могу, блин. Вот. Офф-файты, везде, блин, надо поставить лого оф-файт, чтобы везде понимали, что ты в оф-файте. Тут оф-файт, тут оф-файт, на вот этих штучках значок оф-файта, везде, короче, оф-файт, внизу тоже оф-файт, чтобы ты даже, когда-то в морду человек убил, чтобы он видел, что ты бьешь в оф-файте, типа. Знаете, потому что, если тебя бьют шлепками за 100 рублей, это не так приятно, когда оф-файтами за 50 тысяч, это уже другое дело. И сейчас мы поздавим обладательницу вот этих прекраснейших оф-файтов и спросим самые важные вопросы. Садись. Диан, вопрос, который меня волнует уже целых пять с половиной минут обзора на эти кроссовки. Как у тебя дела? Нормально. Спасибо. До свидания. Ну и напоследок, то, чего все мы так долго ждали. Хочу сказать, что погуглив в интернете информацию, я узнал, что эти кроссовки в среднем оригинала стоят тысяч восемь. По внешнему виду хочу сказать то, что такое ощущение вроде бы ними говноми селе, потому что в селе после этого как раз в это такие кроссовки в это и превращались. Я вижу здесь эксклюзивные дизайнерские обработочки. Это вот эти дырочки. Вот, вот, вот. Короче, кроссовки сплошная дырка. Я вообще не понимаю. Типа, я думал, что в моде только дырявые джинсы. Нет. Нет, нет, еще раз нет. Хорошо, что подошла не протерта еще. Хотя, мне кажется, к этому мы еще пройдем. Так, по запаху. Не буду комментировать. Ребятки, сейчас мы позовем того самого человека, который осмелился купить эти кроссовки, который сделал из кроссовок вот это. Итак, бывший менеджер и нынешний участник Dream Team Хаоса Левинский Никита. Аплодисменты. Здорово, Привет, брат. Бро, скажи, что у тебя в жизни произошло такого? Там собачка умерла, не знаю. Ты в крыше дома восьмого этажа упал, или на тебя столб железный какой-то упал, что ты нет, все просто, я работал с Dream Team, они решили, что когда тапки закончились, то можно эксплуатировать мои кроссовки, и поэтому они из них сделали во-первых тапки, два тапка, вот, вы можете заметить, что они должны быть вот так, а они вот так почему-то, во-вторых, ну они типа их стоптали, вообще они были в идеальном состоянии, честно слово. Так, в принципе, всю информацию, которую я хотел услышать, мы услышали, спасибо, Никита. Ну что, ребятки, в этом выпуске вы узнали немножко больше про нашу команду, точнее, про некоторых участников, поэтому, если вы хотите посмотреть какие-то обзоры на шмот, я не знаю, там на шорты, может даже трусы, посадку, без разницы, я все найду для вас, то обязательно пишите в комментариях, я обязательно это вам покажу. Всем спасибо большое за просмотр, с вами был ваш Бабич, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы проводите в следующем выпуске, не забывайте ставить большие парты вверх, и что еще хочу сказать, всем пока.